дорогие друзья я виктор судаков и наша программа за гранью проповеди спасибо за ваше мнение комментарии которые вы пишете некоторые спрашивают меня виктор а вообще зачем поднимать такие спорные и болезненные вопросы знаете наука строится по такому принципу если какая-то гипотеза ошибочно то ее либо исправляют либо вообще отвергают и идут дальше какими бы гениальными ни были ученые но все понимают что они тоже люди а люди могут ошибаться так происходит в науке постоянное развитие словно одно поколение как бы встает на плечи другому поколению и происходит рост а плоды этого роста мы видим везде вокруг нас это и ноутбуки и телефоны и камеры интернет и прочие вещи в христианстве же если что-то не работает это часто замалчивается никто ничего не разбирает ведь нельзя критиковать что мир о нас подумает в итоге каждому поколению приходится учиться не на ошибках предыдущего поколения а на своих собственных ошибках мы словно должны каждый раз заново изобретать велосипед поэтому нет такого развития христианского служения которое могло бы быть один человек мне недавно написал виктор вы говорили что пересмотрели некоторые свои взгляды после 90-х годов а если вы и потом пересмотрите то что говорите сейчас ну во первых я не все пересмотрел а что-то во вторых да я я тоже человек я могу ошибаться я же не говорю что они все не правы только я один правда один только я остался тут должен быть другой подход нам нужно братство а не культ непогрешимых помазанников только братство настоящее открытое честно они какие-то там религиозные заседания я заседал в разных духовных советах и знаю всю бесполезность этого нужно честное обсуждение наболевших вопросов а не замалчивание когда заметают мусор под ковер как говорит слово божье при множестве советов предприятие состоится сегодня очень многие христиане осознают что служение церкви нуждается в глобальном изменении иначе мы окончательно выродимся в какой-то музей но весь вопрос в том готовы ли мы к обсуждению и пересмотру многих ошибок ученые не боятся выявлять ошибки не боятся их исправлять а мы хотя еще иисус в свое время говорил всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злы а поступающий по правде идет к свету дабы явны были дела его потому что они в боге соделаны видите настоящая духовность проявляется не в том что ты не делаешь ошибок а в том что ты готов честно пересматривать свои свои взгляды свои позиции и менять их если необходимо в это бы проявляется наше христианское смирение сегодня я хочу поговорить о восхищении церкви в свое время когда я делал только первые шаги в христианстве жадно впитывал базовые христианские учения мне преподносили учение о восхищении церкви как нечто фундаментальное наряду со спасением вторым пришествием христа и прочими базовыми доктринами об этом всегда очень много говорили каково же было мое удивление когда я понял что это учение никак нельзя отнести к незыблемым христианским доктринам но давайте все по порядку в этой передаче хочу разобрать четыре вопроса во-первых что такое восхищение церкви во вторых если в писании твердое основание для этого учения в третьих откуда пошло это учение и в четвертых почему это учение стало таким популярным итак первый вопрос что же такое восхищение церкви в новом завете неоднократно сказано что иисус снова вернется об этом говорил и сам христос об этом писали и апостолы учение о восхищении церкви это доктрина о вознесении церкви для ее встречи со христом перед вторым пришествием нашего господа то есть восхищение церкви и второе пришествие это как бы два разных события которые разделены временем сначала христос придет но как бы не до конца как бы тайна не на землю она облака и загадочно восхитит церковь а потом уже через какое-то время он уже придет по настоящему явно и на землю учение это в основном распространено в протестантской среде среде баптистов пятидесятников харизматов и других современных протестантских церквей а католики православные и такие протестанты как англикане и литеране и другие верят что восхищение церкви и второе пришествие христа будет одним событием теперь второй вопрос если основание в писании для этого учения сторонники этой доктрины ссылаются на несколько мест в библии основное записано в послании апостола павла к фессалоникийцам четвертая глава потому что сам господь при возвещении при гласе архангела и трубе божьей сойдет с неба и мертвые во христе воскреснут прежде потом и мы оставшиеся в живых вместе с восхищены будем на облаках встретенье господу на воздухе и так всегда с господом будем именно в этих стихах и встречается слово восхищение восхищение это греческое слово арпадзо арпадзо означает хватать похищать захватывать расхищать восхищать основываясь на этих словах восхищены будем на облаках встретение господу на воздухе или вот в современном переводе российского библейского общества это так звучит будем унесены на облаках встречать в воздухе господа так вот нас на основании этих слов сторонники восхищения церкви верят что встреча с господом во время вознесения будет в воздухе а потом спустя время христос вместе с церковью придет уже на землю для суда но здесь не написано о каком-то загадочном и таинственном восхищении церкви когда внезапно везде останутся пустые костюмы а люди исчезнут из машин пропадут некоторые водители за семейным обедом исчезнет часть родственников здесь сказано что будет глаз архангела и труба божья то есть это будет очень громкое очень явное событие к тому же еще здесь сказано что и мертвые воскреснут это не будет каким-то тайным происшествием слова потом и мы оставшиеся в живых относятся к тем кому пишет апостол павел 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 верил возвращение господа при его жизни все его послания пропитаны ожиданием скорого возвращения христа и воскресения из мертвых поэтому почти всю историю церкви богослова относили эти стихи к воскресению и второму пришествию христа к тому же далее в 5 главе апостол павел пишет о временах же и сроках нет нужды писать вам братья ибо сами вы достоверно знаете что день господин так придет как тать ночью день господин пришедший внезапно как тать как вор это типичная метафора именно второго пришествия христа у апостола павла есть еще одно место на которое ссылается сторонники восхищения церкви это записано в первом послании коринфянам в 15 главе говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвы воскреснут нетленными а мы изменимся отсюда пошла вера в то что восхищение церкви будет внезапным вот во мгновение ока павел здесь пишет говорю вам тайну но это говорит о том что он просто сообщал читателям о том чего многие не знали а не то что он сообщает им о каком-то таинственном загадочном событии в будущем здесь как раз говорится что это будет не тайным а таким явным событием ведь здесь сказано вас трубит и третье место на которое ссылаются сторонники восхищения церкви это слова христа евангелие от матфея 24 глава ибо как во дни перед потопом ели пили женились и выходили замуж до того дня как вошел ной в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и пришествие сына человеческого тогда будут двое в поле один берется а другой оставляется две мелющих в жерновах одна берется а другая оставляется и так бодрствуйте потому что не знаете в какой в который в который час господь ваш придет дело в том что верующие восхищение церкви считают что во время восхищения бог заберет земли святых а вот грешники то останутся но в этом месте писания где сказано один берется а второй оставляется это сравнивается со временем ноя а тогда как раз святые остались а грешники исчезли с земли да и в притче христа о пшенице и плевелах иисус сказал что сначала будут собраны плевелы а уж потом пшеница получается так неувязочка интересно что почти всю историю церкви на протяжении восемнадцати веков все эти места библии относились именно ко второму пришествию христа получается что учение восхищение церкви это такое сборное учение где как конструктор один стих взят оттуда второй стих взят отсюда третье место еще вот взята вот вот и вышел человечек к местам которые мы прочитали добавляют еще некоторые стихи из откровения яна богослова из книги даниила но вот такого цельного ясного учения о восхищении церкви в писании нет нигде в библии не написано четко что возвращение христа будет состоять вот из этих двух этапов сначала господь придет восхитить церковь а потом уже придет как судья не случайно среди сторонников учения о восхищении церкви ведь нет единства кто-то из них верит что восхищение церкви будет до периода великой скорби это так называемые пред трибулационисты кто-то верит что восхищение будет после великой скорби их называют пост трибулационисты а кто-то верит что это будет в середине великой скорби. Этих называют митрибулационисты. Помимо этого, есть еще множество разных взглядов на восхищение церкви. Кто-то вообще верит, что восхищение церкви будет и до скорби, и во время скорби, и после скорби. То есть уже сама эта неопределенность показывает, что учение о восхищении церкви имеет довольно зыбкое основание. Я недавно делал передачу о реинкарнации, так о реинкарнации тоже нет никакого ясного учения в Писании. Но некоторые по разным таким косвенным стихам Библии, таким как история о пророке Ильи и Иоанне Крестителе, о том, что должно вам родиться снова, на основании рассказа об исцелении слепого. Так вот некоторые делают выводы, что Библия учит о реинкарнации. Так вот и с восхищением церкви нет ясного учения в Библии, но по разным таким косвенным местам выводят эту доктрину. При этом реинкарнацию подавляющее число христиан отвергают, как нечто изобретенное на Востоке. А вот восхищение церкви принимают многие протестанты, типа это уже наше изобретение. Теперь поговорим о том, откуда же пошло это учение. На протяжении почти всей истории церкви, то есть в течение 18 веков, католики, православные, протестанты верили только во второе пришествие Христа. Никто не проповедовал и не писал ни о каком отдельном восхищении церкви. То есть церковь верила, что восхищение произойдет именно во время второго пришествия. Это будет одно событие. Как бы ни старались сторонники восхищения церкви найти хоть что-то подобное у отцов церкви или у отцов реформации, ничего у них не получилось. Истоки этого учения надо искать в 30-х годах 19 века, когда в Шотландии 15-летняя девочка увидела видение двухэтапного возвращения Иисуса Христа. Это очень похоже на истории в католичестве, когда каким-то девочкам являлась Мадонна и говорила что-то сделать. Например, на этом месте построить костел. Евангелист, ирландский священник, вдохновитель плиматских братьев Джон Дарби развил богословскую парадигму, в которой Иисус неоднократно возвращается. Идея заключалась в том, что Христос вернется первый раз до того, как Бог вызовет катастрофы, описанные в книге Откровения, а второй раз уже после этих событий. Далее учение о восхищении церкви благодаря миссионерским поездкам во второй половине 19 века перекочевало в Америку. Во многом успеху этого учения способствовал американский евангелист Дуайт Муди, который создал библейский институт и популярную радиопрограмму, где провозглашал учение о восхищении церкви. Тогда же была создана Далласская теологическая семинария с диспенсационалистским учебным центром. Диспенсационализм – это теологическое учение, рассматривающее историю человечества как последовательность периодов, в каждом из которых существует особый тип отношений между Богом и людьми. Учение о восхищении церкви – это неотъемлемая часть диспенсационализма. Популярности учения о восхищении церкви способствовала и Первая мировая война, так как во время бедствий и потрясений апокалиптические настроения возрастают. К тому же солдатам в окопах раздавали библии с знаменитыми комментариями Скофилда, который был известным диспенсационалистом. Получается, что учение о восхищении церкви разработали в 19 веке. А до этого ни одному толкователю Библии такое и в голову не приходило. Теперь давайте поговорим, почему же это учение стало таким популярным. Большинство сторонников восхищения церкви учат, что оно будет до периода великой скорби. Поэтому появляется надежда, что христиане избегнут страшных гонений. В этом и разгадка. Уж очень нам не хочется страдать. Современные христиане, ой, как не любят скорби. Хотя всю историю церкви многие последователи Христа немало страдали. Начиная со времен Нерона и до наших дней. Сегодня немало христиан страдают в таких странах, как Северная Корея, Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Эритрея, Йемен, Иран. По статистике каждый день по всему миру убивают 13 христиан из-за их веры. И каждый день нападают на 12 церквей или на другие христианские сооружения. Поэтому лучше учить не о том, что мы будем избавлены от скорбей, а о том, как достойно проходить через скорби. Многими скорбями, сказано, надлежит нам войти в Царствие Небесное. Теорию о восхищении церкви подхватили писатели, режиссеры, потому что это можно драматично описать и показать. Например, как в книге «Оставленные» и в сериале, который был снят по этой книге. Там показаны загадочные исчезновения людей. Ну, очень наглядно и интересно. И в самом конце какие же можно сделать выводы? Во-первых, в Новом Завете нет ясного и стройного изложения учения о восхищении церкви. Во-вторых, это учение не является историческим учением церкви. Ему всего-то пара веков. И в-третьих, конечно, можно так думать, как частное богословское мнение, как свой личный взгляд, но делать из этого великую богословскую доктрину, для этого нет серьезных оснований. Христиане призваны верить в возвращение Христа. А каким оно будет, ну, увидим. Главное, что бы ни происходило, надо оставаться верным евангельским ценностям. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о восхищении церкви? Менялись ли ваши взгляды на эту тему? Только я прошу, давайте обсуждать то, о чем идет речь в передачах. Некоторые пытаются обсуждать меня, там, мою личность. Например, после передачи о дарах духа некоторые писали, что у меня там такое мнение, потому что я не имею даров духа. На самом деле у нас в церкви происходят разные исцеления, которые подтверждаются, причем, медицинскими документами. Некоторые даже в церкви считают меня пророком, там, или целителем. Но я верю, тут дело не в моей какой-то великой личности. Дело в молитвах верующих и в Божьей благодати. Поэтому, как говорила героиня одной знаменитой книги, не переходите на личности. Это неприлично. Давайте обсуждать темы, которые мы поднимаем в наших передачах. Всем благословений! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!